всем привет друзья небольшая статейка за применение прополиса в лечебных целях есть много еще разных вариантов и это небольшая несколько рецептов поэтому я не могу все передать за одно видео возможно что я подберу материал и сделаю более обширный материал есть у меня эта информация вот и тогда будет чисто более обширный материал о применении прополиса итак друзья все знают лечебное свойство прополиса прополис это пчелиный клей начиная с глубокой древности на протяжении многих веков вплоть до нашего столетия широко применялся в медицине у народов прополис пользуется большой популярностью как средство при лечении злокачественных новообразований и ран во время англо-бурской войны это по-видимому в индии когда воевали индейцы против индия была колония англия широко применяли при лечении ран и по отзывам военных врачей он давал прекрасные результаты в 1909 году александров опубликовал заметку прополис как медикамент в котором сообщил способ лечения мозолей прополисом известный ему еще с 1893 года способ лечения заключается в том что кусочек прополиса слегка разогретый до мягкой косиндеции консистенции видит тонкой лепешечки накладывается на мозоль и перевязывают это место чистой тряпочкой через несколько дней мозоль с корнем выпадает из своего ложа у меня взять и пользуются таким методом прополис по приблизительно как лист тоненький такой небольшой пятачок как говорится круглый накладывает на ногу на подошве часто есть такие мозолей растут уж вот перевязал и хорошо помогает и так что друзья можете пробовать использовать этот прополис естественно он хорошо разогревается летом зимой он имеет вот такое свойство вот я собирал прополис вы слышите стукать как кирпич как камень это комнатная температура его не сдвинешь он как кирпич вот если хотите его так сказать развести в чем-то его можно положить в холодильник потом разбить он рассыпается пыль как цемент как мука становится и тогда его разводят вот или на спирту это уже другие методы я как я сказал что я не могу сейчас все методы сказать вот ну его можно подогреть на теплом фене он растает и потом его расплющить он расплючивается руками расплющивается летом я его так собирал понемножку складывал вот так вот это у меня остатки есть тут еще я уже часть много раздал людям вот люди всегда интересуются очень хорошо пахнет очень хорошо пахнет так что друзья вот такая вот вещь этот прополис значит что еще значит мозоли очень хорошо излечивается если у вас есть мозоли они часто бывают у старых людей то пожалуйста поинтересуйтесь если у пчеловодов сами собирайте и и он очень полезен я не могу сказать все рецепты но вот сегодня я хочу сказать немножко воды великой отечественной войны прополис по инициативе кандидата химических наук хандроса был испытан двух хирургических клиниках свердловска лечение раненых прополисовую мазью по словам хандроса дала хорошие результаты однако эта мазь дальнейшем не нашла применения в клинике тех так как над ней не проводились контрольные наблюдения ну вот хочу сказать что из него можно делать мазь вот как вот уже делалось вот есть используют его для лечения животных именно в этой статье написано лечение животных я прочитаю вот и как они делают человек по имени хабтрахиманова с большим терапевтическим стадом терапевт успехом применила прополисную мазь при лечении сельскохозяйственных животных больных некробоциллезом она пришла к выводу что прополисная мазь в скобках написано готовилась на вазелиновом подсолнечном и белинных маслах пропорции один к одному одна часть прополиса одна часть вазелина и и или подсолнечного масла вот или полтора к одному дала наивысший лечебный эффект по сравнению с другими применяющими средствами топорова и топорина с успехом применяли мазь из прополиса для лечения некробоциллеза у крупного рогатого скота опыты проведенные на 9 голах 9 головах крупного рогатого скота поражена этим заразным заболеванием проявляющимся в омертвении различных тканей под воздействием палочки некроза дали хорошие результаты через семь дней под влиянием прополисной мази были отмечены ликвидации некроза рост свежих грануляций и быстрое заживление даже без предварительного удаления пораженных участков мать готовилась из равных весовых частей прополиса и вазелинового масла на основании своих наблюдений авторы пришли к выводу что мазь прополиса оказывает прекрасное действие при некробоциллезе без предварительного удаления пораженных участков или при поверхностном их удалении нужно думать что она относится к слабым раздражителям способствует созданию нормальной трафики так то написано друзья то есть я не сказал что эта статейка небольшая но вы можете взять во внимание возможно что у вас возникнут вопросы я постараюсь на них ответить если знаю а если не знаю проверю подходящую литературу и также еще интересная статейка друзья естественно люди делятся опытом в то время люди были проще меньше пиарились как сейчас часто пиарится чтобы только посмотрели чтобы интересно было люди были работящие то время потому что приходилось работать и жизнь была сложнее в то время это было становление при стали не жили становление советской власти так сказать после войны 58 год трудно жилось людям даже люди работали за трудо дни за палочку поставили день отработал а зарплату получали по осени и так друзья это как раз те люди которые были в колхозах совхозах жили в деревнях вот человек делится опытом как я сменяю маток и как побуждаю их к яйцекладки весьма интересная статья я потому что смена маток зачастую волнует пчеловодов купил семью хочу заменить на элитную матку задают вопрос да согласен есть желание пожалуйста есть деньги пожалуйста купил элитных маток а них убили опять проблема и так друзья советую сначала научиться на своих матках сделали если вас какая-то матка не нравится попробуйте убрать хорошую матку а старую матку не всегда назад принимают посадите с другой семьи которые вы хотите и просто брать не задавить подсадить и попрактикуйтесь приняли отлично приняли тогда вы эту плохую матку назад убирайте а старую матку пчелы всегда принимают сто процентов вот потому что запах остается и они этот запах помнят надолго то есть советую вам попрактиковаться на своих старых матках которые вам не нужны попрактикуйтесь принимают не принимают вот когда вы на практикуетесь тогда вы можете и покупать маток вам не жалко будет вы посадили они и приняли вы знаете этот метод работает я меняю маток когда это требуется следующим образом молодую матку обливаю буквальном смысле слова медом из чайной ложки и осторожно кладу на прилетную доску по близости клетку улететь она не может так как едва передвигает лапками склеенными медом через некоторое время пчелы окружают матку и помогаете передвигаться клетку то есть начинают ее подталкивать облизывают тянут и так далее хочу отметить тут он не сказал а я хочу сказать вам у пчел существует такой инстинкт искать они никого не бросают беде трутень попал мед вылежут матка попала мед освободят и пчела попала мед оближут освободят и вот на этом способе на этой идее пчеловод решил подсаживать так матки когда они облизывают матку они облизывают ее очень тщательно и заодно получают запах от этой матки вот в чем и заключается почему маток плохо принимают потому что у них другой запах этот пчеловод постарался подойти под законы пчелиные чтобы пчелы получили этот запах слушаем что дальше друзья то есть он даже в улик не залазит на леток положил и матка с помощью пчел уходит в улей если эту операцию вы произвели накануне вечером то утром на прилетной доске увидеть убитую старую матку предшественницу вновь посаженной пожалуйста не надо не отыскивать ничего весьма интересный способ и хочу сказать отмечайте в дневничках как подсаживать проверяйте какой способ вам подойдет какой наименее затратный сколько времени надо если вы будете иметь самый качественный способ и вас 50 ульев то у вас не будет проблем матку мед посадил на леток пробежал все готово и у вас работать будет большой бизнес если вы будете возиться с этими пчелами с одной маткой с одним уликом неделю то какой у вас там бизнес будет или какое у вас там развитие будет у вас будет торможение стояние на одной на первой ступеньки развития не будет поэтому советую практикуйтесь будет удача дальше читаем иногда пчелы выбрасывать старую матку суток через двое что происходит семье пчел ночью сказать не могу но полагаю что молодая матка очищенная облизанная пчелами возможно сразу принимается ими а в борьбе двух маток победительницы окажется более проворно и сильная молодая матка интересно то что этот способ абсолютно прост и безусловно надежен описанный способ я удачно провел в этом году у пяти пчелиных семей местной породы точно такую же работу удачно проделал на кавказских пчелах врач местной районной больницы что касается способа побуждения маток к откладке яиц то мне много лет приходится вывозить свою пасеку на взяток с липы за 25-30 километров от своей усадьбы пчелиные семьи я содержу в лежаках на 18-20 рамках с магазинными надставками частично в двух корпусных улях с магазинами в результате длительного отбора пчелы роятся у меня очень редко и увеличение пасеки я произвожу с 1 августа после главного взятка путем деления семей пополам от семей содержащих в лежаках я отделяю часть пчел и расплода диафрагмы в так называемый карман с летками противоположную сторону при этом до деления пчелы длительное время летают оба летка понятно все то есть это вот лежак это леток основной семьи это леток кармана пчелы привыкают летать и сюда и назад и вперед и назад когда ему надо отделить у нас делает карманчик ставить сюда сколько ему рад надо рамок это основная семья а этот карманчик зависит от того как вы подвинете решетку сколько вы туда поставите рама как говорится но так как летная пчела привыкла сюда летать практически семья делится пополам вот читаем дальше это весьма удобно и пчелы не слетают что дальше происходит при этом до деления пчелы длительное время пчелы летают оба летка семьи в двух корпусных ульях делю пополам на пол лета понятно всем на пол лета на пол лета это означает семья ваша стоят стоит здесь вот и вы относите ее на от это расстояние это место где стояла семя пустое и на это расстояние ставите половина рамок с этой семьи переставляйте сюда пчелы привыкли летать по центру одна пчела летит в эту семью 2 летит в эту но часто бывает перекос потому что пчелы часто чувствуют запах и чувствует где матка сюда больше бывает набивается пчел сюда меньше ну на пол лета делится вот таким образом отодвигается буквально может на метр на два от того места где стояла семья в эту сторону и в эту сторону так как пчелы привыкли летать у них ориентация то не сначала в растерянности пролетают мимо где наша семья стала одна стояла стало две семьи и поэтому они делятся делятся рамки с расплодом пополам с медом пополам семьи поделены и в той семье где нету матки дают матку из нуклеуса и так друзья читаем дальше с целью узкой и так рамки с маточниками ставлю вторыми от разделительных досок чтобы при последующем их осмотре не разбирать всего гнезда он подставляет рамки с маточниками когда делит то есть семью ставит рамки с маточника можно опустить матку это он говорит он стоит вторыми от разделительной доски если в семье стоит разделительная доска он отделяет сюда ставит маточник 2 чтобы не разбирать всю семью она ближе к разделительной доске читаем дальше с целью ускорения темпа откладки с молодыми матками я применяю многодневную подконку пчел с сахарным сиропом или медовой сытой хотя надо иметь ввиду что это дело кропотливое и опасно так как может вызвать напад чужих пчел несколько лет тому назад мне пришлось столкнуться с интересным фактом формируя нездо пчел после взятка я вынул часть рамок с молодым расплодом где были и яйца задумавшись над тем куда и девать я решил поставить в семью с неплодными матками каждой по одной рамке я уже выставлял видео семья донор или как усилить отводки на моих видео вы можете посмотреть тоже самый метод я вперед это им имел ввиду и поэтому делясь опытом я показал на примере как работать некоторые пчеловоды сказали то они убьют молодую матку да что ты делаешь ты что у нас еще никто ничего не делал друзья смотрите пишет человек это в пятьдесят восьмом году номер 11 написано в журнале пчеловодство дальше что он и вот он поставил так в семью с неплодными матками я решил поставить семью с неплод каждой по одной рамке то есть там были неплодные матки или отводок или семья он поставил туда рамки с открытым расплодом матки на проигру еще не вылетали вернее они еще не оплодотворялись неплодные на пятый день после постановки я посмотрел эти рамки и удивился все свободные очейки оказались занесенными яйцами ясно было что на ускорение вылета маток на спаривание и начала яйцекладки благотворно повлияло подставленные мною рамки с молодым расплодом после этого случайного наблюдения действия расплода на ускорение яйцекладки маток прервавших свою работу или еще не начавших я практикую ежегодно и всегда с неизменным успехом и так друзья один свидетель хорошо два лучше а три еще и так можете просмотреть мои видео которые я перед давал семья донор и как усилить отводки яйцами засевом пожалуйста на моем канале по волбе вы можете поспросмотреть и совместить с этим случаем если вы просмотрите что не убивают маток процесс очень интересны быстрее работает все если вы знаете эту информацию у вас будет удача друзья что еще хочу сказать на этом я хочу закончить мое видео до следующего раза практикуйте будете удачны не будете практиковать не будет вам удачи то что прослушали в одно влетело ухо другой вылетела я надеюсь что вы из тех которые интересуются не зря а интересуются для того чтобы стать хорошими пчеловодами сколько даст бог жизни и столько вы будете практиковать и столько вас будет интересных идей что вам будет интересно жить до встречи до следующего видео подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы